Перед Днём Победы для участников Великой Отечественной войны устраиваются праздники, ветеранов приглашают в школу, к ним домой приходят делегации с поздравлениями. Наш земляк, ветеран Александр Михайлович Зюзин в этом году по количеству поздравлений наверняка побил все рекорды. Подробности в репортаже Марины Рябцевой. Хочу рассказать о моём дедушке, ветеране Великой Отечественной войны. Так начался рассказ, который внучка Александра Михайловича разместила в соцсетях. Вскоре в одной из газет вышла стадия под заголовком «Меня никто не поздравляет, наверное, думают, что умер». И тут же со всего мира 89-летний чебоксарец стал получать поздравления. Дочь Александра Зюзина распечатывает ветерану все сообщения. Очень мелкий, шире ты не смотришь. Я вижу, всё прекрасно вижу. По словам дочери Галины, да и самого Александра Михайловича, информация о том, что его все забыли, сильно преувеличена. Не поздравляли с работы, с работы, с завода в основном. А руководство, президент России поздравлял всё время так. И руководство республики поздравляли. А вот с завода, там же есть совет ветеранов, они не поздравляли. После обсуждений в соцсетях ветераны просто завалили подарками и поздравлениями. Спасибо. Как его сердце, значит, так и вас забыли. Сколько он уже? 69. 69. С ума сойти. Ну мы вообще не ожидали, что будет такой вот поток писем, такой поток поздравлений. И всё-таки человек он уже старенький, и для него это, конечно, ну стресс. Просто стресс. Он очень как бы переживает по этому поводу. Как и все ветераны, Александр Зюзин очень трепетно относится к дате 9 мая. В 45-м году в этот день он был в Берлине. 5 мая был в Берлине. Мы в рейсах взяли, по-моему, 2 мая. Там постояли несколько дней. И потом отошли от Берлина немного. Там остановились. Пришли офицеры наши, командиры там. Говорят, ну вот, всё, война кончилась. Немцы, говорят, одолели, говорят, его сейчас вывели. Александру Михайловичу 89 лет. Родные считают, что именно из-за такого серьёзного возраста ветерана больше не приглашают на праздники в школу. А ведь дедушка ещё хоть куда. Заядлый дачник. Садоводство, сад – это лучший врач. Для него такой морковь он вырастил в прошлом году. Марина Рябцева, Евгений Анисимов, Республика.